так ну что я на месте такс ну мне дали палать какое полотенце одеяло еще какую-то такую марлю или что это полотенце может быть и я иду я не знаю куда я иду потому что у меня написано номер один это блок может быть номер один и там я смотрю ищу какую-то кровать блин но это интересно ага гуртожек гуртожек 1 скорее всего меня сюда зашел там одни женщины лежат с детьми и они конечно сказали мы мужчинам рады обязательно давайте к нам сказали что есть номер один другой стране еще но я даже не знаю посмотрим но как в голливудском фильме не получилось там не было блондинок купальниках ребят все все как в жизни так в ту сторону я пошел там одни негры одни черные но это точно не не моя история даже не идти так ну так выглядит комната здесь одни женщины действительно женщины поселили все обну аплодировали заходил это просто уникально охранник он такой злой француз потому что наши они все смеются они все шутят украинки и ему не понять что это такое в итоге что имеем имеем такую вот видимо это полотенце зубная щетка что-то это видимо гель для душа шампунь но все как обычно у мужиков все все в одном и пола это одеяло все вот такие вот кровати их здесь много вот я буду спать на такой кровати и подушки подушки нет так что вот так вот я все люблю снимать на память так это туалет понятно ясно а в вода какая-то есть там попить я бы спрашивать кормят ли здесь явно нет да ладно да серьезно завтрак такой европейцы а где а где кормят вот здесь кормят вот там дают кушать вон водичка стоит слева холодная справа кипяток вообще уникально я даже не думал что кормлю там кушать берете вам бумажечку такой дали да 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 а я видел то что там написано что-то но я прям не думал что до такой степени все круто ну время когда завтрак когда обед и когда ужин ну со скольки до скольки понятно нужен я уже не успел ну можете подойти попросить я особо не хочу круто да удивляет конечно французы еще их поесть может такого количества женского внимания у меня не было за всю свою жизнь я не думал что больше всего женского внимания я получу не на ргф в университете где я был всего лишь один парень в группе а все были девушки а центре для беженцев людмила мне показала все что здесь есть и и видно что человеку хочется общаться симпатичная женщина и там прям целая комната женщин с детьми все смеются все веселятся но круто на самом деле очень круто больных людей нет на голову которые какую-то чушь бы несли все рады друг другу все общаются и ну вот честно крутая атмосфера и наши люди это все-таки наши люди европейцы они какие-то такие занудные скучные а тут праздник жизни казалось бы беженцы но все радуются так буду набирать водичку и вы слышали здесь даже кормят чего я раньше здесь не тусил вот так вот это все выглядит ну вообще-то я вам скажу что неплохо не знаю что там будет комментировать народ выглядит она средненько но извините на шару и уксус сладкий грустно то что здесь некуда складывать вещи то есть нету какого-то такого места камера хранением и мне придется стаскаться с рюкзаком я честно говоря думал его где-то оставить но где его оставить непонятно там он киты и шкафчики но я думаю они вскрываются элементарно мне уже сказали что я не оставлял вещи в комнате потому что потому что нельзя могут украсть и заряжать телефон тоже нельзя оставлять где-то то есть надо только с ним сидеть ну публика здесь интересная сказали поэтому вот так вот шкафчики фиг вы знает это народ для персонала шкафчики блин но ходить с этим рюкзачи на огромным каждый день я так думал просто пошастать погулять завтра ну и ты побегать допустим хочешь по парижу как ты будешь бегать рюкзаком доброе утро 6 утра я в центре для беженцев на радуюсь жизни мульонер как многие пишут не беженец но в данном случае я все таки беженец видите я в центре для беженцев что могу сказать ой спал я 6 часов лучшем случае это нелегко для людей которые здесь живут посмотрите так это все выглядит свет не тушит но не гасят не выключают ссори я вот только проснулся и всю ночь он горит потом очень холодно видите я в кофте спал женщина рассказывала вчера что но они здесь 30 дней ждут того момента когда им предоставят жилье я так понимаю что они ждут наверно какое-то хорошее жилье может от чего-то отказывались потому что рассказывали но вчера мне рассказывала женщина когда мы стояли в очереди в префектуру что быстро достаточно это все происходит но вот здесь есть группа людей которые 30 дней ждет и женщина говорит что вот когда крыша нагревалась еще недавно был нормально тепло сейчас вот спят в куртках даже вот такая вот история так жирует народ в европе в центре для беженцев но все равно все веселые такие все радостные оптимистичные это конечно забавно потому что столько смеха столько радости я уже давно не встречал то есть понимаете столько времени путешествую и вижу там испанцев французов даже грузин болгар но так чтобы такое состояние было людей чтобы они были веселые нет они не бухают я думаю что сейчас тут она пишет что пьют нет нормально просто веселые нормальные общительные люди и это круто это большой плюс это приятно но из минусов это вот видите такие условия хотя чего жаловаться да я говорил что так цель поездки это убить бюджет в ноль вообще по ночевке в париже вроде получается вроде получается комфортно ли это то скажу вам так средненько ниже среднего но с другой стороны эмоции неполадка с видом на мост александра третьего на эфелеву башню и с крысами которые вас съедят за ночь но тем не менее это мое ложе до куртка вместо подушки и мне вообще девочка вчера забыла дать простыню это смех был то есть это такой матрас он такой как ну так эта пленка то есть она видимо думала что я буду спать на пленке но наши женщины сказали так иди за простыней я даже не знал что она здесь дается и я спал на простыне пти дежене написано на листике в 7 15 начинается завтрак так вот это выглядит так как эта вся история работает вам ставят всякие штампики здесь вот пти дежене мне поставили штамп что я позавтракал потом будет обед блин не так хочется посмотреть какой здесь обед я не знаю стоит не стоит сидеть здесь но 12 30 он должен быть мне девушки сказали что типа завтра кто такая а вот обед это что тоже поинтереснее там еще и ужин есть но вообще 1 2 3 компот что на завтрак вот такой вот конфитюр масло такой кекс чисто французский булочка и можно там сок себе взять или вот какой-то кофе или чай ну совсем он такой пти но блин на безрыбье рак рыба но я думаю что всех интересует вопрос были ли клопы клопов нет клопов нет что еще одни ли здесь женщины нет конечно мне просто как-то так повезло что поместили с женщинами я не знаю чего та девочка она такая была улыбчивая здесь снимать как я кофе размешиваю улыбчивая такая прикольная видимо решила помочь чтобы я не за подумала комфортнее мне было бы вот так вот жить доброе утро с девушками вообще вся эта история очень интересно могу рассказать про какие-то свои соображения эмоции на данный момент вы знаете мне кажется что франция она вот стимулирует людей чтобы они не работали то есть здесь настолько вот это вот все ну не то что поддерживается да но вот эти люди которые не работают они настолько поддерживаются государством что в принципе можно не работать пока пока шухер не наступил вот у меня такое ощущение потому что вот здесь куча каких-то да вот цветных людей скажем так молодых которые видно не работают вот у них в этих листиках он полностью в штампах они здесь живут я не знаю месяцами и вот они здесь завтракают обедают ужинают и им так нормально что еще вчера вот я когда стоял с женщиной в очереди из киева она мне так и сказала вот я тот человек который здесь работает украинец вот один процент наверное да я получаю вот эти деньги но у меня куча всяких всяких выплат и я по сути содержу вот тех людей которые не работают вот она так и сказала и и вообще она мне начала советовать там поехать в швейцарию еще куда-то где дают деньги то есть она даже не знала что там был в канаде да по приколу вот она говорит блин а чего нет надо типа ехать надо брать деньги но да швейцарию я не планирую вообще хотя я очень очень хотел бы туда поехать посмотреть что да как вот она говорит что у меня знакомые приехали украинцы они оформились беженцами им тут же тут же дали какое-то жилье это не в париже да где-то в другом городе но город не маленький трехкомнатная квартира говорит потом всякое там питание до предоставляют они не платят ни за свет не за воду говорит и они еще там удаленно работают и у них все отлично говорит шоколаде а мне приходится работать целыми днями мне приходится платить вот эти налоги она говорит еще выслушивать там от французов что я там человек там третьего сорта да вот так вот да такая история и она говорит что здесь лучше всего жить на минимальную зарплату не помню как она сказала она называется и я уже не раз это слышал то есть полторы тысячи евро у тебя должно быть ты не платишь ничего никаких там налогов ничего и у тебя какие-то социальные истории работают для тебя и тебе комфортно говорит а когда ты выше уже зарабатываешь все начинается налог там 40 процентов или сколько она сказала очень высокий и т.д. и т.п. говорит ну вот такая вот история и мне вот интересно сейчас ну франция всегда была там да по сути с германией локомотивом экономики в европе вот если сейчас что-то произойдет в европе если будет шухер реальный вот куда эти все люди пойдут которые ну по сути иждивенцы до которые я не говорю про украинцев я говорю про вот этих беженцев которых здесь очень много что они будут делать что останется от европы но опять же может быть это какая-то паранойя а представляете что если это если это правда хотя последние несколько несколько лет вообще в принципе похоже на паранойю на нашей планете поэтому наблюдаем смотрим что будет дальше это еще я вам помните говорил что я так что-то соскучился ну мне так сказал стало скучно в этой марбели что я хочу соскучиться вы знаете я уже соскучился есть такое ощущение здесь одни black guys такие видите но я не сказал что-то афроамериканцы это просто африканцы да и здесь вот очень в основном они здесь то есть я как будто в африке здесь и да я уже скучаю по испанской квартире и мне толик пишет который мне сдает типа ты чё там будешь продлеваться или что я откуда да да конечно все нормально деньги уже отложил все все хорошо про буду продлеваться еще на месяц хотя я уже подумывал на самом деле улететь куда-то там в индию честно может прозвучит это немножечко не знаю высокомерно в стенах вот этого заведения но как-то уже хочется балкон с видом на джунгли и сейчас меня кто-то может упрекнуть в том что какие-то какие-то барские замашки ну но нет это не барские замашки это реальность 200 долларов мы снимали огромную квартиру с двумя балконами они выходили на обе стороны дома самом центре арамболе но это было на полмесяца но и нам сказали что за эти деньги можно домик снимать что мы дорого очень заплатили то есть месяц можно было снимать домик поэтому и да конечно сложно на самом деле здесь людям сложнее естественно чем мне в испании в подвале но в подвал он все-таки давит но я там видимо останусь то есть я в любом случае уже вот эту неделю проплатил но я там не живу да я буду скитаться по франции потом три недели останется и вот три недели не знаю там неделю побегу может быть потом полечу или на канар или в барселону дешево подчеркиваю для людей которые заздреть завжды и пишут всякую чушь и в итоге когда закончится вот срок аренды да я уже прям честно хочу не знаю валенсия полетит не полетит куда-то то есть ну в планах это все есть получится у нее с работы не получится если получится то ну полетим там не за в таиланд там где будет хорошая погода в индию она не хочет шанов из индии вот если у нее не получится я сделаю все чтобы взять и сделать визу в индию и поселиться получается в гоа на какое-то время покажу вам душ такой какой-то типа контейнера и в нем душевые кабинки вообще скажу честно такое состояние вялая второй день подряд по пять часов спишь еще в холоде и спал просыпался всю ночь лица вообще не просто заплыла куда-то уплыла и такое пред истерическое состояние знаете нервная не знаю когда я высплюсь ближайшее время честно сказать не могу блин как все-таки мало нужно для человека для счастья человеку для счастья это просто неимоверно просто принять горячий душ блин женочий я был женочим душа написано чоловичий душ и там же написано же ночи ладно ну я там был один не знаю к счастью или к беде вообще вы себе не представляете то есть здесь я промерз здесь за ночь еще вот за утро здесь реально холодно и когда ты заходишь в этот душ ты просто не хочешь оттуда выходить ну вот как бы кто-то может написать комментарии сказать какой черт отымаешься такой дурю дуристика нафиг она тебе надо то что не можешь нормальных найти нормальные условия честно вот это вот ну действительно крутые эмоции вот я попал снова в по сути в пионерлагерь какой-то степени да и это очень круто вы себе не представляете как я уже тяну этот момент момент ну жду короче жду момента обеда потому что я понимаю что это прям контент контент сколько тут у нас двенадцать пятьдесят три в двенадцать тридцать должен быть обед я уже хочу уехать выйти отсюда с этого ангара но обеда еще нет сказали что может быть в час а может быть пол второго мне очень интересно посмотреть и показать вам чем кормят беженцев в париже я думаю вам тоже прям очень интересно будет так что-то принесли сейчас посмотрим что там есть так ну что филе пуле филе пуле это я так понимаю филе курицы олив ботата так сейчас будем смотреть ведь и к сожалению во французском я не силен масло булочка и какой-то йогурт ну ребят нормально выглядит очень даже ничего это филе курицы картошка там какие-то оливки плавают в каком-то соусе интересно но я вам скажу что было вкусно как это ни странно но филе прям вообще шикарная была но тайла во рту как так получается что для беженцев так готовят видите но я поэтому тоже говорю что а зачем людям работать если вот можно так оформиться да и все отлично не знаю я уже начинаю думать что ничего мне не выйдет с этой с этим продлением защиты потому что пандора тоже написала что у них не получается потому что это проблемно может быть я понимаю конечно не вообще мне не знают вообще никаких претензий спасибо что вообще отвечают и общаются я пригласил в одессу пандору ее маму вот когда будет возможность пусть приезжают вот это вот бабушка калета конечно забавно женщина но что сказать другие варианты других вариантов пока нет то есть все все стремится к нулю это может быть соц адрес социальный адрес получится взять и податься вот в этом бобини снова но тоже не факт что получится сейчас еще знакомые спрашивают у знакомых и в вполне может быть что что-то выйдет из этого оставил рюкзак под кроватью с компьютером не знаю конечно с так слишком она все ярко у меня выглядит все эти макбуки айфоны и так далее поэтому даже не знаю вот вполне может быть на один макбук у меня станет меньше в итоге но таскаса с рюкзаком в такую далее сейчас хочу поехать в аутлет посмотреть там куртку чтобы не ходить с американским флагом я думаю что это скоро мусульманских странах вообще станет опасно делать и там где много мусульман поэтому да хочется посмотреть что там в аутлете особо не буду показывать вам чтобы не как бы не дразнится люди людей раздражает все кроссовки все эти куртки и так далее да но может быть это знаете лебединая песня это последний платеж французский французских налогоплательщиков и я вот думаю сегодня их потратить посмотрим что там будет за комбинация куртка кроссовки или просто кросс эти air max и глянем вы заметили да как я утепляюсь постепенно то есть я был в стамбуле что это такое кнопку надо кто-то нажать а понятно я был в стамбуле я купил жилетку чтобы утеплиться на осень теперь я в париже и осень я утепляюсь на зиму кто знает где я чуть-чуть очутюсь дальше вся куртка у меня есть но она такая на рыбьем меху этот аутлет вообще непонятно где за городом так 35 километров надо ехать это две пересадки метро и сейчас я иду на какой-то поезд не знаю что это за поезд я до сих пор не разобрался как это все здесь работает буду сейчас разбираться вот такие здесь поезда представляете модные стоят и на них судя по всему вот ездят по пригороду парижа похоже на вот скоростной поезд на котором я гонял неужели это скоростные но самое смешное что вот цена которую платишь за 5 зон по парижу метро и все прочее тоже входит в эти поезда тоже получается входит в эту цену потому что меня запустила карточка без проблем сюда в эту зону да я конечно за за ну ты ехать непонятно куда вообще за город в этот аутлет центр но там просто есть такие бренды которые мне нравятся есть такой бренд шевиньон он французский продается в основном здесь во франции он считается люксовым я в париже нашел магазин дисконтный я забыл где он когда я был когда здесь жил два месяца я на него вот так вот наткнулся но теперь найти его не смог и вот в этом аутлет центре в этот магазин есть так что как вариант может быть что-то получится там посмотреть недорого блин такой геморрой с этим интернетом здесь вы все не представляете я сделал два видео и я не могу их просто загрузить потому что интернет галинейший и в этом в центре для беженцев его нет этого интернета в принципе а куда-то заходить и час сидеть в макдональдсе чтобы выгрузить ролик или полтора часа с этой скоростью но это очень сложно поэтому не знаю уже через мобильные выгружаю через украинский интернет уже пофиг на трафик наверно она все равно медленно выгружается блин конечно посмотрите такое все чистенько и красивая здесь сложно сравнивать с нашими поездами ну вот и все находится еще аж за версальем так чтобы плюс-минус понимали про версаль вы знаете что существует такое место возле парижа и вот это пригород 3 или 4 остановки за версальем конечно чё это до пруссия не знаю но ладно будем надеяться что не зря что там все будет интересно то есть я найду какой-то кельвин кляйн за 30 долларов или за 50 евро что-то такое максимум и т.д. и т.п. нравится мне такое вообще в опять же сейчас будет промоушен беженцы сериала в сериале беженец я буду шастать по канаде по дисконтным магазинам по самым таким знаете там как он называется dead stock или что-то такое ну вот там где полностью же такая якобы распродажа что можно уписаться что там тебе еще доплачивают за то что ты покупаешь так что подписывайтесь на бусти подписывайтесь на youtube становитесь спонсором будет интересно так чтобы еще понимали уже дождь идет я не знаю видно не видно такой именно не ищу легких путей но здесь вообще два варианта аутлетов крутых парижа это вот этот вот и какая-то деревушка там она называется но деревушка там вообще один диор и сен-лоран понимаете мне нафиг не надо этот цирк а вот здесь вот one nation есть и кельвин кляйн и кляйна и томми хиллфигер как бы попроще немножко здесь публика может одеваться хотя и крутые бренды вроде здесь тоже есть